Андрей Алексеевич, доброе утро! Доброе утро, вот как всегда встречаем с вкусной чашечкой кофе. Да, отлично. Пришел новый вопрос от наших подписчиков. Мисс Н интересуется. Ретенционная проволока стоит на обеих челюстях, но зубы все равно разъехались. Челюсть развита нормально? Мне предлагают Invisalign. Какую операцию вы имеете ввиду профессор? Ранее вы уже отвечали видео на вопрос, подписчицы, она хотела бы получить конкретику. Вот, когда мы говорим с вами, давайте немножко подольше отвечу, чтобы наши зрители понимали. Когда мы с вами говорим о телемедицине, она включает некие такие параметры, при котором врач, или отвечающий на вопросы, или ставящий диагноз, или хирург, который помогает своим коллегам на операции, который оперируется где-то, да, и включается монитор, и консультант, он видит и подсказывает, что куда, какой прием можно применить. В данном случае я примерно вспоминаю, что это был за вопрос, но там, кажется, звучало так, что не было проволоки где-то, или ее не установили. И, скорее всего, вот этот вот стабилизирующий фактор, да, вот этот аппарат ретенционный, он не был установлен, они разные бывают. Бывает проволока, бывает то, что делает техник. Нельзя сказать, что лучше проволока, она, конечно, очень тонкая, она не мешает, если она отскакивает, пломбировочный материал, я имею в виду, то, как правило, просто подклеивается это дело буквально там, ну, максимум 10 минут, если у врача-ортодонта. Аппарат, который изготавливает техник, или сейчас выпиливает компьютер, принтер, то он немножко более сложный, он более дорогой и тоже надежный. Так вот, понимаете, уважаемые телезрители, уважаемые коллеги, очень сложно ответить на вопрос, не видя пациента и до конца не понимая, вот все-таки, что происходит. Видимо, когда я отвечал на этот вопрос, я говорил о том, что если вдруг есть какое-то изменение положения челюстей, ну, неправильное соотношение там по второму, по третьему классу Англии, то тогда, конечно, требуется все-таки уже корректировка. В начале ортодонта мы говорили об операции первой или операции второй. И мы разбирали довольно-таки подробно, почему я предпочитаю операцию номер два, то есть операция секонд, когда мы говорим именно о том, что зубы уже стоят в правильном положении. Так вот, конечно, надо видеть снимки, надо видеть полость рта пациента, надо его посмотреть, надо потрогать, понимаете. Но это составная часть постановки диагноза и принятия решения. Если у нашей пациентки есть проблема с тем, что разъехались зубы, то я могу, в принципе, предположить, или проволока была довольно-таки короткая, может быть, есть состояние остеопороза, остеопения. Вот если нашей телезрительнице будет интересно, я могу подробно остановиться на состояниях вот как раз остеопения, остеопороза. Мы можем прям сделать цикл определенный с вами, потому что это по-настоящему серьезная патология, ей страдает современный человек, это болезнь современного человека. Мы говорили когда-то с вами о поколении Кока-Кола, не потому что Кока-Кола невкусная или плохая, потому что мы такими вкусными напитками заменяем молоко, заменяем простую воду. Бутилированная вода, она по технологическому своему производству тоже должна быть очищена от кальция, от калия, от марганеца, от тех составных частей, которые имеются в простой воде. Это не значит, что надо бросаться к колодезной воде и пить только ее. Мы должны знать четко состав этой воды и чрезмерное, допустим, употребление этой воды, в которой находится большое содержание железа или кальция, они тоже могут приводить к развитию патологических изменений. Поэтому, если у нашей пациентки было все хорошо сделано и сейчас имеется расхождение зубов, образовались диастены, инвизи-лайнеры очень хорошая система, но она более длинная, она более долгая, она стоит дороже, чем брекеты. Я вот в своей практике все-таки рекомендую своим пациентам применение брекет-системы. Это, знаете, это надежное связывание зубов. Хороший метод инвизи-лайнера – это капа. Конечно, хорош. Что бы я порекомендовал, ну, допустим, своим пациентам? Давайте так, близким. Конечно, он брекет-систем. Но почему? Ну, более стабильно и относительно все-таки сокращаются сроки примерно где-то на одну треть лечения. Ну, вот, понимаете, если бы мы с вами, если бы нам пациентка прислала бы снимки, мы могли бы посмотреть, что нам надо. Нам нужен панорамный снимок, желательно КТ-порта. Нам нужно ТРГ, прямую и боковую. И, в принципе, можно прислать вам на WhatsApp или прислать мне. И мы с вами покажем эти снимки и также более уже подробно объясним нашей пациентке. Мне надо знать, сколько вам лет. Мне надо знать, когда было начато лечение, когда оно закончилось. И если у вас есть такая возможность, чтобы врач-стоматолог при помощи специальных ретракторов сфотографировал зубы. Сфотографировал, есть специальные зеркала, сфотографировал изнутри нижнюю челюсть, верхнюю челюсть и по прикусу, как это все стоит, где находится диастония. Самое главное, еще я хотел бы увидеть фиссурно-бугарковый контакт. Что происходит? Может быть, изначально не был достигнут фиссурно-бугарковый контакт. Что может быть при этом? То есть, когда бугорок попадает на бугорок, тогда может быть такая ситуация, что зуб, попадая на бугорок, он с него как бы скатывается в процессе нагрузки. А это десятки килограмм давления каждый зуб испытывает. И, в принципе, вот это движение может раздвигать зубы, которые не попали в зону ретейнера. Как правило, ретейнер наклеивается от третьего по третий, или от четвертого по четвертый зуб, или от пятого по пятый. А шестой, допустим, зуб может, шестой, седьмой, восьмой, ну, как правило, шестой, седьмой, они остаются вне зоны влияния того же ретейнера. И, конечно, там самая сильная нагрузка. И, может быть, за счет вот этого скольжения, бугор-бугор, происходит как бы отклонение этих зубов. Давайте разберемся. Очень интересный случай. Если нам наша слушательница, которая смотрит нашу передачу, она нам в первую очередь, если нас смотрит, она нам доверяет, я хотел бы, конечно, более профессионально ответить. И, самое главное, не просто ответить, а помочь.